Это программа День с толком в студии Хелена Кузовкина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Барнаульская Венеция в ожидании паводка ждут, но надеются избежать масштабного подтопления. Жители поселка Лесной остались без варений и солений, ради чего здесь носят погреба. Они по-прежнему возвращаются. Родственникам красноармейца из Шипуновского района вручили его личные вещи. Главный синоптик России Роман Вильфанд сообщил о сложной паводковой ситуации в ряде сибирских регионов, в их числе Алтайский край. По словам Вильфанда, сейчас наступает вторая фаза половодия, в горах тает снег. А вот жители Барнаульского затона уже и без экспертов знают, что вода в любой момент может затопить их дома. Как в Барнаульском поселке готовятся к возможному ЧП, расскажет Ирина Корчагина. Барнаульская Венеция – затон. Пока большой воды здесь не ждут, но готовятся к паводку здесь традиционно с января. На днях в микрорайоне установили систему оповещения жителей, проверили работу понтонного моста. Сейчас это единственное, что связывает остров Шубинский с внешним миром. Проведен подворовый обход населения с заполнением учетных карточек, с отказом или согласием на эвакуацию. Проведены работы по отсыпке низменных участков дорог на переулке Перевозном. Предварительно решено, что в случае паводка на улице Лоцманская будет установлена наливная дамба, чтобы не допустить ограничения выезда и въезда в затон. Дорога – это жизненно важная. Она соединяет затон с Барнаулом. Здесь входит общественный транспорт, скорая помощь. Сейчас в микрорайоне проживает более двух тысяч человек. К ежегодным подтоплениям они уже давно привыкли. Ну, а что они… А о чем можно шибко-то сделать? Каждому же не придешь во двор там. Нас даже хоть и предупреждают, но мы все равно уже все сами знаем, что делать и как делать. Водей никакие дамбы не помогают, если она идет. Тем более, это как в 2014 году. У многих все практически затопило, все пропало. Вся мебель выбросили и все. Поднимали все. Коров, как вот галежи держали, тоже поднимали на плоты. Сено убирали. Паводок с 2014 года здесь помнят очень хорошо. Он был самым разрушительным за последние полвека, говорят местные. К слову, в тот год большая вода нанесла ущерб всему региону на 5 миллиардов рублей. Затон тогда ушел под воду. Пострадали десятки людей. Но, несмотря на это, жители сохраняют оптимизм и не торопятся переезжать в город. Во-первых, остаются те, кто здесь родились, кто выросли. В основном это те люди. Видите, природа, воздух. И поводок он же не ежегодно наносит такой какой-то ущерб строениям, посадкам. Сегодня в 8 утра уровень воды в поселке достиг 506 сантиметров. Критическая отметка для Затона – 560. У жителей уже уточнили количество животных, лодок, есть ли в семьях дети, бременные женщины, инвалиды и пожилые. В случае чего в Затоне откроют два пункта временного размещения. Ирина Корчегина, Алексей Фризин. День с толком. Вот так поздравились 9 мая, говорят пенсионеры, ветераны, дети войны, живущие в поселке Лесной. По словам жителей, их лишили возможности хранить заготовки с соленьями рядом с домами. Погреба начали сносить. Территорию отдают под резервуар, чтобы люди могли пользоваться водой. Сейчас в поселке серьезные проблемы с водоснабжением. Но оправданы ли такие меры, узнавала Валентина Аскерова. А теперь 60 лет прожили, теперь им все сносят. Куда что девать. Вот так пометили, это все под снос. Поставили крест на дарах огорода. Жители поселка Лесной в попыхах спасают летние заготовки. Территорию, на которой находятся десятки погребов и сараек, отдают под строительство резервуара для воды. Есть где хранить их? Не знаю. Не знаю, что. Увезут родственники. Сын вот приедет из Бийска. Внук приедет. Ну что теперь делать? Отдам кому-нибудь. Я не знаю, как дальше быть. И нам дают, вот три дня дали. Убирайте все из Солонину и где хотите, там и обоснуйте. Уезжала, платила, приехала. А тут уже все, там середину уже все разбомбили, все уже снесли. Вот, у меня там погреб. Процесс уже запущен. В администрации гордо пояснили, что снос построек согласован на всех уровнях. Земельные участки по лесному 14 под строительство предоставлено Комитету по энергоресурсам безвозмездное срочное пользование Алтайкраимуществом и согласовано размещение водопроводной сети Комитетом по строительству, архитектуре и развитию города. По поводу же компенсации за постройки власти ничего не пояснили. Но вот что говорит юрист. В случае, если земельный участок самовольно занятый, то ни о какой компенсации речи быть не может. И администрация имеет полное право на освобождение этих земельных участков. Потеря погребов – еще полбеды. Дело в том, что резервуар, который появится на этих руинах, не решит проблему с водой, утверждают жители. Старую часть Леснова многие годы водой обеспечивал местный комбинат труд, скважина его. Но это не ресурсоснабжающая организация, и брать плату за услуги комбинат не имеет права. Власти решили навести порядки, построить емкости и качать воду с единственной рабочей водонапорной башни Леснова. Ее давления и мощности башни не хватает на сегодняшний день. Сейчас начнется сезон полива, ее вообще будет не хватать. И с нашей башни еще сюда дадут воды. И тогда мы будем все сидеть вместе без воды. В поселке есть еще одна башня в частных руках. Но она пока законсервирована, но люди искренне не понимают, почему нельзя ее запустить. Тогда бы вопрос с погребами и водоснабжением вообще не стоял, уверены жители. Если будет вот так, с емкости, мы все погибли, погибли. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Уже через пару дней большой праздник. День победы в Великой Отечественной войне. Из Алтайского края на фронт ушли 700 тысяч наших земляков. Каждый третий погиб. Спустя десятилетия останки солдат все еще возвращают домой. Так, в село Бобровка Шипуновского района вернули медальон и личные вещи красноармейца Ивана Федоренко. Подробности у Артема Гусельникова. Ушел в августе 41-го, а уже в сентябре перестал выходить на связь. Вот такой недолгой была война для Ивана Федоренко, уроженца Шипуновского района. Для всей семьи он был потерян на 80 лет. Федоренко Иван Самсонович, участник обороны Ленинграда. Погиб он, вероятнее всего, осенью 41-го года, потому что, по данным военного комиссариата Шипуновского района, уже послевоенным, он пропал без вести в декабре 41-го года. Соответственно, последнее письмо от него было в сентябре, в начале сентября 41-го. Погибших тогда часто хоронили в окопах и воронках от снарядов, рассказывает Дмитрий. В одной из таких воронок и нашли останки нашего земляка. Опознать его удалось благодаря медальону. И, как показывает практика, это большое везение. Получить их успевали не все. Многие погибали раньше. Мы возвращаем это имя оттуда из небытия, из пропавших без вести в строй воевавших и погибших. Это человеческая справедливость. Восстановить человеческую справедливость пробовала и семья Федоренко, но самостоятельные поиски ни к чему не привели. А сейчас внуки и правнуки солдата получили на вечную память его медальон, личные вещи, флягу, пряжку от ремня, монету и медаль за оборону Ленинграда. Посмертно. Никак словами не передашь. Большое спасибо тем, кто нашел моего дедушку. Поставили точку, пропал в без вести, пропал в без вести. А где, кто ничего не знал, ответы знают все. Вместе с вещами и наградой родственникам передали землю с мест гибели и захоронения солдат. Вместе со служивцами Иван Федоренко покоятся в мемориальном комплексе Синявинские высоты. А здесь, на Алтае, эту землю рассыпят над могилой сына красноармейца. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком. Мемориал славы в Барнауле пополнился новыми фамилиями. Накануне 9 мая здесь увековечили память о трех участниках Великой Отечественной войны. Это воины-красноармейцы Петр Клюшников, Владимир Бадин и Петр Трегуб. Всего на мемориале увековечено более 13 тысяч имен. Но работа по дополнению списка продолжается благодаря волонтерам и поисковым отряда. По данным мэрии, за последние несколько лет волонтеры сформировали список почти из 400 барнаульцев. Часть уже внесены в пантеон мемориала. Еще несколько десятков красноармейцев ждут своей очереди. А сегодня в Барнаульском Нагорном парке развернули огромную георгиевскую ленту. Ее длина 60 метров. Символ победы хорошо видно на въезде в город. Полотно с орденом Отечественной войны впервые разместили в прошлом году. Видимо, теперь украшать город гигантской лентой перед 9 мая станет традицией. Известно, что после майских праздников конструкцию снимут. Это дань памяти всем барнаульцам, кто ушел на передовую. Всем тем, кто ковал победу на оборонных предприятиях в тылу. И тем, кто снабжал фронт продовольствием. Это наша благодарность поколению победителей, которые в меру своих возможностей приближали в победный май 1945 года. А сегодня в Бийске появился сад памяти. Свыше 8 тысяч саженцев высадили в рамках ежегодной патриотической акции в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Наукоград стал одной из центральных площадок. За лопатой взялись более 200 горожан. Ветераны, труженики тыла, волонтеры, студенты, городские краевые власти. К слову, еще в прошлом году этой зеленой зоны в Бийске могло бы не быть. Территорию хотели отдать под частную застройку. Теперь, благодаря усилиям общественности, у города будет еще одно знаковое место. Наверное, было принято самое важное решение в прошлом году, в части благоустройства города, когда мы сохранили эту территорию, что называется, услышали жителей, сохранили эту территорию под зону рекреации. И я очень сильно надеюсь, да я думаю, так оно и будет. Здесь будет хорошая зеленая лесная зона. Впереди еще много работы. Всего на территории края в этом году высадят около 530 тысяч саженцев различных пород. Отметим, что наш регион был одним из первых, где родилась традиция массовых акций по высадке деревьев. К другим темам. 17-летняя алтайская шахматистка Виктория Лоскутова стала бронзовым призером на первенстве России среди девушек до 19 лет. Турнир собрала с сильнейших шахматисток страны. Вику уже давно называют шахматным гением. Как ей удается обыгрывать соперников и о каком шахматном титуле мечтает. Расскажем далее. Ровно 10 лет назад Виктория познакомилась с такой игроком, как шахматы. Еще в первом классе любовь к ней привили бабушка и мама. Правда, на высоком уровне они не играли, хотя у мамы и был второй разряд по шахмата. Сама Вика в 9 лет стала самой юной кандидаткой в мастера спорта в Алтайском крае. Сейчас ей 17. Она планирует попасть в сборную России и получить наивысшее звание в шахматах. У меня самая, наверное, главная цель – это гроссмейстер, как я уже сказала. Ну и просто играть в шахматы, заниматься своим любимым делом и развивать этот вид спорта, как в моем городе, так и во всей стране. Шахматисты Анатолий Карпов и норвежец Карлсон Магнус – два кумира Виктории. Смотря на их партии, она выбрала атакующий стиль игры – зажимать и давить соперника. Это позволяет сократить ходы конкурента. Видно было, что девочка стремится, как губка все впитывает, все знания. Есть и характер, и трудолюбие, упрямство, так по-хорошему. И достижение только высших результатов, то есть только на победу играет в каждой партии. Поэтому результаты и пришли. В тренировочном процессе спортсменка часто смотрит игры других шахматистов, разбирает и решает различные задачи. По словам Александра Долгова, Вика всегда играла только на победу. В классе втором, третьем пришли какие-то уже результаты. Начала выходить в тройку, занимать какие-то места. И это меня так сильно увлекло, что я до сих пор играю в шахматы. Сейчас Виктория занимается с другим тренером в режиме онлайн, но с Александром часто ездит на соревнования. И он заметил такую закономерность. Если на турнир отправляется первый тренер и мама, то ниже третьего места спортсменка не опускалась. После бронзового первенства России недельный отдых, а дальше вновь тренировки. Предстоит подготовка к июньской высшей лиге среди женщин. Там по традиции играть только на победу. Дмитрий Дроздов, Алексей Фризин. День с толком. В Барнауле сегодня принимает масштабное первенство России по боксу среди юниоров. Сейчас там работают наши корреспонденты. Завтра о турнире расскажем подробно. А вот что еще ждет любителей спорта в ближайшие дни, знает Дмитрий Дроздов. Ему слово. Начнем с его величества бокса. Перенство России среди юниоров 17-18 лет стартовало сегодня в Барнауле на Титов-арене. На самый статусный турнир съехалось больше 300 сильнейших боксеров страны. Бои продлятся до 13 мая и ровно через неделю мы узнаем, кто будет представлять нашу страну на чемпионате Европы по боксу. Вход для болельщиков бесплатный. Начало поединков в 12.00. Все подробности в нашем завтрашнем эфире. Футболисты Барнаульского «Динамо» 7 мая начинают очередную серию домашних матчей. В первой игре «Белоголубые» встретятся с Челябинском. Согласно прогнозам и синоптиков, погода в Барнауле будет солнечной и теплой. И матч должен быть жарким и атакующим. Хозяевам необходимо реабилитироваться за последнее поражение от КамАЗа 0.5 и за осенние 0.4 от Челябинска. Начало матча в 17.00. Любители автомотоспорта отправляются в Тольменку. Там с 8 по 10 мая пройдут краевые соревнования Кубок Победы. Зрители ждут заезда на командной полосе препятствий, фигурное вождение и гонка эндуро. Дмитрий Дроздов. День с толком. Без пяти минут лето. Сегодня в Барнауле самый жаркий день мая. На протяжении дня температура поднималась до плюс 30 градусов. Ночью ожидается около плюс 14, а вот завтра станет уже прохладнее. Плюс 20, но без дождей. Не обещают синоптики осадков и в День Победы. Так что можно будет вовсю насладиться праздничными мероприятиями в городе и за его пределами. Многие это делают уже сейчас. Гуляют, загорают. Есть и те, кто горит желанием искупаться. Между тем спасатели региона предупреждают, что на данный момент купание запрещено. Стоит напомнить гражданам о том, что на сегодняшний день в регионе не открыто ни одного пляжа. Пока еще не пляжный сезон у нас в крае. И поэтому купаться, конечно же, очень опасно для жизни. Поскольку проверенных мест для купания нет. Вода по-прежнему все еще очень холодная. Поэтому мы не рекомендуем ни в коем случае лезть в воду, несмотря даже на такую жаркую погоду. И в целом при отдыхе на воде следует соблюдать определенные правила безопасности. Особенно если вы пользуетесь плавсредствами. Обязательно нужно одевать спасательные жилеты и соблюдать всяческие меры предосторожности. Кстати, информации, когда в этом году откроется городской пляж на острове Помаскин, пока нет. Но известно, что мэрия города выделит 360 тысяч рублей на его содержание. Еще 95 тысяч пойдут на восстановление водозабора. Напомним, что прошлым летом в крае работали 38 пляжей, 6 из них в краевой столице. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. И не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205 545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд о погоде. До встречи.